А какие еще проблемы волнуют жителей? У вас было очень много встреч, и вот что бы вы хотели еще отметить? Есть проблемы, которые общие, и они однозначно называются в тройке проблем в каждой территории, в каждом селе. Безусловно, дороги номер один, их качество, состояние, содержание. Это вопрос самый частый, ну если в среднем брать. А в каждом городе, в каждом муниципальном образовании, конечно, есть свои фавориты. В Назарово невозможно завершить ни один разговор, о чем бы мы не начали говорить. Невозможно завершить без разговора про мусор и про мусорные площадки. Вот здесь это вот так. Поэтому вот эта проблема совершенно точно тревожит, и это понятно почему. Потому что ни одна мусорная площадка не выглядит как мусорная площадка, а выглядит как помойка. Понятно, что с этим никакой человек не хочет мириться. Неприятно видеть помойку перед своим домом. Здесь есть, безусловно, и большая заслуга, в кавычках, тех, кто эту помойку создает. Но, тем не менее, и от власти требуются решительные и такие очевидные меры, которые бы изменяли ситуацию к лучшему. И людей воспитывали, и вообще как бы наводили порядок в этой сфере. И это, кстати, одна из тех проблем, что она для городов, в первую очередь, характерна. И Назарова, и Богатол. И это как раз одна из тех проблем, которая может быть решена. Ну, то есть, если мы говорим про дороги, это очень сложно, очень много компонентно и завязано на колоссальные ресурсы, на колоссальные деньги, чтобы сдвинуть эту проблему. И вообще структурную перестройку работы в этой отрасли. Можем об этом отдельно поговорить. Но вот в мусорных вещах порядок навести можно. Там нет ничего космического и далекого. А в чем же тогда проблема на самом деле? Вот и у нас был такой пример, да? И чиновники наши не очень расторопны. Там нет хозяина. Хозяина в полном смысле. То есть, хозяина, который бы в целом к этому относился по-хозяйски, да? И не допустил бы у себя в коридоре, или там в прихожей, или в холле, в зале просто помойку. Ну, город это наша квартира, да? То есть, ты же по факту как бы допускаешь просто помойку у себя в квартире. Это означает, что ты хороший хозяин или плохой. Мне кажется, здесь все очевидно, с одной стороны. И понятно, что хороший хозяин, если у него большое хозяйство, не все делает своими руками. Это нужно просто правильно организовать. И нет тех работников с метлой и лопатой в городе, которые бы за этим элементарно следили. С моим участием городу оказана помощь, выделено 6 миллионов рублей. Вот, чтобы как-то сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, да? И очень хочется, чтобы этим распорядились по-хозяйски. Первое. Должны появиться новые площадки. Город утопает в мусоре, потому что старых мало. Они переполняются, рекуператор их просто не успевает вывозить, освобождать. Даже если 2-3 раза в день их вывозят. Второе. Площадки должны стать такими. С ограждением, с крышей, с нормальными контейнерами, с нормальным основанием. На это есть средства, чтобы это сделать хорошо. Они должны стать такими, чтобы люди согласились их видеть рядом со своим домом. Сейчас в Назарово нет ни одного дома, где бы люди сказали, что мусорная площадка находится там, где она должна находиться. Все хотят ее видеть где-то подальше. А где-то подальше тоже живут люди, которые говорят, нет, 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 здесь ее никогда не было. Так вот, площадка должна быть такой, какой она должна быть в нормальном 21 веке, в котором мы живем. И третья часть очень важная к вопросу о хозяине. Хозяине с метлой и лопатой, который бы и баки поставил, и подремонтировал. И понятно, горожане у нас разные. Кто-то из окна автомобиля проезжающего выбрасывает пакет, который не долетает. Но тем не менее, этот пакет кто-то должен подобрать. И этот дворник там должен быть. Это будет управляющая компания, если на ее территории стоит мусорный контейнер. Но для Назаров это не характерно. Здесь все стоят, почти все стоят на муниципальной земле. Значит, должно быть муниципальная какая-то соответствующая структура, которая это делает. А не 30 тысяч в год на приведение в порядок, ну вот такой вот элементарный, на все площадки. Вот проще их вообще не тратить, чем тратить. А вот прорабатывая эту тему, сегодня у вас нет сомнений, что все-таки вложив деньги, 6 миллионов рублей, это не 6 рублей, это все-таки бюджет Красноярского края, и порядка все равно не будет? Есть такие сомнения. На чем они основаны? Ну, потому что, с одной стороны, очень хорошо, что в этот процесс были подключены активные граждане, вот в то, как должны выглядеть площадки, где они должны стоять. Но, честно говоря, те предложения, которые после этого диалога с жителями выработал город, ну они, мягко говоря, были спорные. Потому что первое предложение было на эти деньги просто освежить, так скажем, 15 существующих площадок, даже не меняя баки, просто поставить ограждение новое. Но это ничего не меняет абсолютно, то есть это просто были бы размазаны деньги, действительно, как вот манная каша по большой плоской тарелке. Без видимого эффекта, с разочарованием и так далее, как со сквером Ладыниной. То есть отличная идея, которая превратилась в большое городское разочарование. Вот этот путь, по которому город постоянно проходит. То есть благие начинания растворяются, превращаются в большое разочарование, к сожалению. Поэтому у меня есть серьезные опасения, что из этого что-то может получиться. Очень хочется, и в этой части, конечно, я не могу давать, у меня нет таких полномочий, прямые команды городу, как поступать. То есть моя часть работы закончилась на том, когда городу, ну формально закончилась на том, когда городу выделены средства. Минфин нашел механизм, как помочь. Но по-человечески эту историю бросать-то не хочется, поэтому я рекомендую, подсказываю, говорю, то есть делюсь собственным соображением. К нему могут прислуживаться, могут не прислушиваться, хочется верить, что прислушиваются. Потому что, ну, все-таки, действительно, я поделился этим мнением, как бы я поступил. То есть я сделал новые и такие, за которые не стыдно. И поставил бы за ними структуру человека, который бы не позволял им превращаться в помойки. Мне кажется, это очень простые элементарные вещи, не требующие университетов, чтобы навести порядок у себя во дворе, у себя в доме или в квартире.